всем привет вы снова на канале поршень покинул чат сегодня мы вам расскажем про легендарную тачулю про машину которую захотел себе каждый с момента выхода игры needs for speed must vanter и сегодня я вам расскажу про бмв е-46 поехали а вот вот эта красавица это моя личная машина я можно сказать свою мечту осуществил но еще еще много идей много проектов насчет нее я пытался пытался в общем выделить ее из толпы но не хотел не хотел делать точную реплику того самого гт ра из мост фантера но постарался немножечко внешне ее освежить конечно еще не все сделано еще очень много работы предстоит она она ожидает карбон я планирую сделать капот крылья карбоновый кстати да вот все наверное заметили это ухо здесь у меня отлетел кусок пластика но его не ставлю специально он ждет тоже ламинации карбоном без лишних слов продолжаем дальше да говорят если машина открыта то капоту профи добраться я волнуюсь есть такой про свою ласточку рассказываю так сей агрегат к сожалению не отличается не надежностью не мощностью когда покупал эту машину я ну не уделил должного внимания двигателю мне как бы казалось если я возьму себе 19 будет и и мощность и по расходу она будет более или менее экономная но тут я ошибся я ошибся в выборе выборе двигателя значит по расходу по городу у меня вот это вот чудовище сожирают 11 и 5 литров мощности заявленной по техпаспорту 105 лошадиных сил вот что по маслу масло она не жрет немножечко подъедает силу своего возраста значит что я тут уже сделал я тут сделал уже много но ничего это не принесло никакого результата значит я очень долго мучился с термостатом вот этот вот термостат он управляемый компьютером то есть то есть как работает вся система датчик температуры дает сигнал на компьютер а компьютер уже сам решает когда открыть термостат и это собственно говоря проблема потому что проектируя этот двигатель инженеры бы на были вынуждены делать все в угоду экологии вот и чтобы в общем меньше было вредных выбросов двигатель должен греться и очень сильно греться то есть при 120 градусов у меня уже начинал только открываться термостат управляемый компьютером сами понимаете для машины эта температура не очень такая хорошая как бы начинает кипеть да не эта проблема гложила меня долгое время пока я не взял обычный термостат от более ранних версий он он тупой он без всяких электрон электронических электронных регулировок там в общем обычный термостат на 95 градусов и я вам скажу я забыл про перегрев двигателя вот это это реальный лайфхак серьезно если если у кого-то двигатель м54 и если у вас проблемы с перегревом поменяйте термостат я не буду говорить от какой версии двигателя но по моему я взял от 36 до от бмв 36 36 вот эту вот термостат и он подошел сюда как родной работает в общем никаких проблем после его установки уже с перегревом не было что вам расскажу дальше да тут рассказывать нечего двигатель на самом деле ну не хорош не хорош может быть это просто мне он попался уже таким но он сейчас в данный момент умирает и поэтому спойлер спойлер поэтому мы будем делать swap на 2 и 5 литра естественно мы будем это снимать естественно мы вам это покажем как это происходит что при этом нужно цены сколько сколько нам это будет стоить в общем впереди много чего интересного еще еще забыл рассказать собственно говоря последствия вот такого перегрева значит что у меня случилось еду я себе такую понемножечку на работу на расслабоне у меня бмв все отлично как бы это был первый раз когда столкнулся с этим перегревом и он был плачевный в общем мне порвало порвало радиатор он начал ни с того ни сего улыбаться лопнула лопнула трубка патрубок патрубок от расширительного бачка и лопнул собственно говоря сам расширительный бачок в общем это был трэш все короче все короче это все порвало нафиг у меня из ноздрей пар пошел ну вот это вот было красиво и ты такой смотришь она как как бешеная лошадь такая вот это было круто но но плачевно мне пришлось потом менять естественно радиатор мне пришлось менять бачок патрубок вот ну и спустя некоторое время я потом додумался насчет термостата да я менял радиатор тут я конечно лоханулся я случайно я посмотрел на youtube чеки как как чё там откручивается как это все делается решил сделать сам чтобы сэкономить да и в принципе сделал и сделал нормально сам поменял но при этом я открутил вот эти вот два патрубка вот что оказалось очень большой ошибкой на самом деле это патрубки кондиционера короче оттуда поперло говнище блин все короче заляпал я стою как обосраны не понимаю что произошло что взорвалось это оказывается я просто-напросто проплужил так что ребята вот эти вот патрубки кому интересно на е-46 это патрубки кондиционера их не откручиваете по ценам ценам ребята какие могут быть там цены когда у тебя бмв глупо на самом деле спрашивать там сколько сколько стоит сколько чего дорого поначалу а потом деньги перестают иметь значение по подкапотному пространству больше рассказывать особо нечего больше мы вам покажем и расскажем уже при сваты и расскажем стоит ли она вообще того или нет но я думаю что стоит расскажу вам сейчас про корпус про кузов вообще он не оцинкованный он страдает ржавчиной конкретно моя тачуля страдала задними арками то есть мне пришлось их вырезать варивать новые я поменял некоторые двери потому что снизу где вот это вот как это называется отвод воды да скорее всего отвод воды там там тоже ржавеет довольно таки часто плачевно блин ну нереально нереально в некоторых местах просто-напросто какую-то деталь уберечь потому что ржавчина убивает что дальше дальше у нас бывает вот здесь вот слив воды бывает здесь тоже отгнивает и это становится проблемой надо тоже вырезать кусочек варивать в общем в общем с легендой не все на самом деле гладко как хотелось бы да я машину перекрашивал в круг ну не я лично ну я в общем присутствовал помогал пацанам которые мне это делали ну и честно вам скажу неудачно это все получилось по времени это заняло полгода ну и некачественно получилось поэтому всегда выбирайте мастера по уму да и полгода я сидел без машины полгода я скажем вкидывал в нее денежку ну и полгода ссорился с женой мы чуть ли два раза не развелись из-за этой малышки это не шутка ребята я вот я я я в обзор и она она скажет ну ты дебил нахер ты это сказал это но это правда от этого не убежать и не скрыться значит что дальше дальше я вам расскажу про салон салон здесь интересный ну не потому что он со стока идет интересный потому что я его тоже переделывал салон как салон хули тут и расскажи ну ладно в общем смотрите сиденья 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 что передние что задние что дверные карты все это обшивалось самолично да я обшивал где-то сколько две недели после работы короче вот так вот вечерами сидел обшивал эти сиденья хотел сделать более или менее такое осовремененный дизайн вроде вот того начал делать карбон в общем ну это как бы не прям такие стопроцентно натуральный карбон но это не наклейка это углеволокно и эпоксидная смола но почему он не не на не настоящий потому что это ламинация я еще не закончил сделал делать все это видно по дверным картам но но это тоже это тоже будет в дальнейших обзорах мы тоже постараемся вам показать рассказать как все это делается на самом деле на самом деле рус и руки если не 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 такие то то может получиться даже кое-что из этого всего в общем что я сделал я купил сиденья с подогревом обосранные обосранные с разборки взял они вообще выглядели очень стрёмно и что я сделал я просто мы просто перешил установил как это на блин назвать сторон короче кнопочки просто кнопочки которая регулирует уровень нагрева этих сидений вот есть такая особенность при заглушенном моторе можно включить можно включить вот она включилась но греть она не будет греть она не будет сидушки работы только с заведенным мотором вот такие дела ну на самом деле на самом деле не напичканная тачка но я поставил 2 где новую магнитолку которая обладает у нас камерой заднего вида установил также парктроник ну в общем в общем некоторые благо цивилизации в этой машине уже присутствует и на самом деле все легко и просто можно установить даже самому в принципе никаких особых инструментов не надо вся информация есть в интернете устанавливается все за час за два можно установить и у тебя уже обновленная машина с новыми функциями скажем так когда создавалась эта модель у меня впечатление что ее создавали специально для лыжников и вот почему здесь когда откидывается подлокотник можно было бы ожидать вот эти вот фишечки всякие такие подстаканчики подстаканники возможно это самое какую-то поверхность для того чтобы нужно было себе смачно покушать но нет это не та история здесь есть своя плюшка и почему я говорю что кажется для лыжников здесь есть вот такая вот штука вот такой вот рукав и он сделан специально для лыж то есть вы можете можете спокойно отправиться в горы в альпы там или я не знаю куда-нибудь еще если вы немец там или кто-то вот таких вот кровей типа под кого рассчитана была вот эта тачка она была уже в комплектации серьезно ну и короче если если нету навесного багажника не вопрос вы все равно можете поехать кататься на лыжах вот такая вот плюшечка от бмв специально походу для лыжников еще еще если если вдруг окажется мало этого багажника которые считают вместительным ну конечно допустим комплект зимние или летние резины обутый на нем будет проблематично перевести поэтому нажимаем на эти клавиши проходим к заднему ряду сидений и просто откидываем сидение и багажник становится в разы крупнее ходовая нормальная ходовая на самом деле неплохая во время меня и просто все сальники пыльники саленблоки все и отличная . у тебя блин я не знаю будешь роскошно перемещаться что конкретно я делал я поменял амортизаторы на газовые спортивные наверное не будет видно может и будет да видно видно красавец какой там замыкался что дальше дальше была меня на выхлопная система полностью в ноль вообще нульцевая задние амортизаторы тоже менялись ну понятное дело некоторые саленблоки ретр рычаги такое расходники в общем говоря машина себя ведет нормально она держит держит дорогу но конечно сейчас сейчас если попадаешь в колею за счет вот этих вот вот этих монструозных просто по ширине баллонов когда как это сейчас по называется баллоны ну ладно назовем это баллоны в общем придумал все таки название тапки ну как бы я придумал мне не в общем за счет ширины вот этих вот тапков машину конечно начинает вести по дороге то есть роль ты должен держать уверенно если не удержишь тебя не простит этого с ней надо быть нежным но строгим мы не просто так сидим здесь на курточках мы хотим показать вам самое дно мы хотим вам в этот обзор добавить немного красок спорта и драйва приглашаю вас заглянуть на самое дно но дно тоже было обласкана уделено внимание немного освежено и в целом выглядит как мне кажется зачетно в общем в комментариях вы можете писать свое мнение поднимать срач на тему на любую тему что вам нравится что вам не нравится нам как бы интересно знать ваше мнение ну то есть стоит ли нам вообще продолжать снимать нравится вам это видео что конкретно вам нравится что вам не нравится нужно ли больше юмора нужно ли меньше юмора больше информации ну и такое вы сами понимаете вот эти вот дела нам нужна ваша активность так что приглашаю в коменты пишите свое мнение ставьте обязательно лайки если вам понравилось видео если вам не понравилось видео соответственно не ставите и не подписывайтесь и больше никогда не смотрите наши видосы но если нравится но мы вам рады конечно тогда ставьте лайки подписывайтесь подписывайте колокольчики и вот эти вот всякие там вот эти мутные дела короче которые только вы наверное знаете я вообще не при делах в общем ребята итог заключение помните фильме бумер 2 там у главного героя пацанчики такие спрашивают а чё за тачка это нифига себе бумер там сколько стоит и там прозвучала фраза не нужна тебе такая машина брат я с ней соглашусь не стоит покупать эту машину если ты ее не любишь если ты не мечтал они если ты ее покупаешь за последние деньги не стоит с этим кстати согласится моя жена а то уж точно сказала бы братана за тебе нахер не надо серьезно но да ладно в общем машину надо любить чтобы ее иметь все это был канал поршень покинул чат вы знаете что делать до новых встреч